В округе приступают к очистке одного из самых красивых озер Подмосковья. Ход предстоящих работ обсудили на очередном заседании рабочей группы по благоустройству парка Малаховское озеро. Что включает в себя проект очистки водоема, а также сроки его реализации, узнал Богдан Колесников. Наша задача сделать так, чтобы этот проект прошел с минимальным ущербом для экологии, минимальным ущербом для жителей, для всех частных участков частного сектора, чтобы не было никаких подтоплений. Это озеро образовалось в Малаховке более 300 лет назад, во времена Петра Первого, и сразу стало излюбленным местом отдыха жителей. Привлекал отдыхающих не только сам водоем, но и великолепный сосновый массив с разнообразной растительностью. Парк, расположенный на берегу озера, с годами превратился в лес. И в 2019 году приняли решение о его благоустройстве. По просьбам жителей удалили аварийные деревья, проложили дорожно-тропиночную сеть, установили детские спортивные площадки, обустроили пляж. Теперь предстоит огромная работа по очистке самого озера и русла реки Македонки. Озеро живописное, красивое, конечно, но к настоящему времени оно заилено, заросло. Основная причина, что нету донного водоспуска на плотине. Вся взвесь, которая в воде есть, листва, которые падают, не только здесь, сверху по течению приходят, она в этом озере оседает. Ей уходить некуда. За несколько столетий, по подсчетам специалистов, на дне Малаховского озера, общая площадь которого около 400 тысяч кубов, могло накопиться более 140 тысяч тонн иловых отложений. Чтобы их извлечь, озеро нужно осушить. Планируется сделать донный водоспуск в районе гидротехнического сооружения методом прокурма. То есть разместить трубу, по которой потихоньку вся вода уйдет с этого озера. Жители Малаховки обеспокоены, что в результате спуска воды могут быть подтоплены земельные участки, расположенные вниз по течению. Однако их заверили – водоспуск будет регулироваться. Эта задвижка будет регулировать в любой момент. Мы начали сброс воды, смотрим, малейший сигнал от первого жителя поступает, только угроза того подтопления, задвижка перекрывается. И эта задвижка будет регулировать и в паводковый сброс, когда максимальное поступление воды, и в стандартные работы. После подписания контракта работы по осушению водоема продлятся два месяца. Далее специалисты приступят к очистке дна от ила и мусора. Работы планируют завершить в 2024 году.